Сургутский госуниверситет У нас сохраняется тенденция ежегодно по увеличению бюджетных мест. В этом году у нас увеличилось количество бюджетных мест именно по медицинским специальностям. Это в медицинском институте по специальности лечебное дело и также в медицинском колледже по специальности сестринское дело. По IT-технологиям также сохраняется, как и в прошлом году, большое количество бюджетных мест. Если мы возьмем какие-то IT-технологии, программные инженерии, информатика, вычислительная техника, у нас 20 бюджетных мест и около 10-15 мест на коммерцию. В Югре построят умные спортивные площадки с доступом к интернету. Из федерального бюджета регион получит 52 миллиона рублей. На развитие спортивной инфраструктуры правительство страны выделит территориям 3 миллиарда рублей. Распоряжение о распределении средств накануне подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, согласно документу, в этом году Югра получит 52 миллиона рублей и еще 80 миллионов в течение последующих двух лет. Таким образом, в регионах планируют возвести больше 80 модульных спортзалов и залов почти 200 умных площадок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строители должны уложиться в два года. Также в рамках программы безопасные качественные автомобильные дороги отремонтируют улицы Крылова и Югорский тракт. Стоит отметить, что федеральная программа действует во всем округе. На ее реализацию Югра потратит более 11 миллиардов рублей. Помимо этого, продолжается контроль заранее отремонтированными участками дорог в рамках гарантийных обязательств. До 15-го 06-го должны быть проведены обследования гарантийных участков автомобильных дорог. Будут составлены акты и представлены претензии подрядным организациям, которые выполняли ремонтные работы. Юбилей жительницы Хантывансийска закончился в отделе полиции. Ночью в одном из городских дворов госавтоинспекторы остановили «Лексус РХ-300». Как сообщает пресс-служба окружного ОМВД, мужчина за рулем автомобиля был пьян. Полицейские предложили водителю пройти экспертизу. Тогда в разговор вмешалась его спутница. Женщина выбежала из машины и стала оскорблять сотрудников. А после сорвала с патрульного автомобиля госномер и набросилась на инспектора. В итоге пара была доставлена в отдел. Выяснилось, что днем ранее женщина отмечала свой 35-й день рождения, а когда алкоголь закончился, вместе с сожителем отправилась за добавкой. Теперь югорчанке грозит наказание за мелкое хулиганство, а ее спутника привлекли к административной ответственности. Спектакль Хантывансийского театра «Кукол» стал лучшим на международном театральном фестивале. Постановка «Бах-бах-бах» получила главный приз семейного и детского жюри на конкурсе «Театр кукол без границ». Добавлю, что фестиваль проходил в Москве. И помимо нашего театра, за право стать лучшими боролись участники из Барнаула, Таганрога, Вологды, Санкт-Петербурга, а также Московский театр «Кукол». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова